Дорогие друзья, хочу вам прочитать главу вторую из первого послания святого апостола Павла Коринфянам. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я бедал вас молоком, а не твёрдую пищу, ибо вы были ещё не в силах. Да и теперь не в силах, потому что вы ещё плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? А не только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь, я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий суть – ничто, а всё Бог, возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть – одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы – сработники у Бога, а вы – Божия Нива, Божие строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нём, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит. Тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасётся, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живёт в вас? Если кто разорит Храм Божий, того покарает Бог. Ибо Храм Божий свят, а этот Храм вы. Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки семь, тот будет безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумный перед Богом. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И ещё, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. И так никто не хвалит человеками, ибо всё ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, всё ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!